24 марта на очередной сессии собрания депутатов Ненинского округа с ежегодным докладом о деятельности администрации округа выступил глава региона Юрий Бездудный. Глава региона отчитался о деятельности органов государственной власти за 2021 год, поделился планами на ближайшую перспективу. 21 год, он был полон вызовов. Одним из главных вызовов, пожалуй, стала пандемия. Уже два года мы живем в этих условиях. Коронавирус проверял нас и нашу систему здравоохранения на прочность. На пике заболеваемости в регионе было развернуто 59 коек для ковидных пациентов. Каждая была оснащена кислородом. 9 из них были оснащены ИВЛами. Мы приобрели кислородную станцию на 1000 литров, которая закрыла всю потребность медицинской организации. В регионе заработала собственная ПЦР-лаборатория, которая позволила максимально охватить тестирование на ковид жителей округа и снизить стоимость тестов. В целом коронавирусом в регионе переболело порядка 7 тысяч человек. Несмотря на то, что все силы были брошены на борьбу с ковидом, нам удалось сделать серьезный рывок части модернизации системы здравоохранения. Мы открыли в нашей окружной больнице кабинет гемодиализа. Это значит, что нашим жителям с почечной недостаточностью не придется уезжать из родного округа, чтобы получать необходимую помощь. А получать ее надо регулярно. В 2021 году мы закупили более 30 единиц высокотехнологического оборудования в рамках программы модернизации первичного звена. В том числе томограф, два аппарата для флюорографии легких, аппарат для определения плотности костей, аппараты УЗИ. И многое другое медицинское оборудование. Юрий Бездудный также ответил на вопросы депутатов о приобретении округом МРТ. Для того, чтобы высокотехнологичный аппарат появился в Ненецкой окружной больнице, необходимо подготовить для него специальное помещение. Уже весной этого года будет заключен контракт на поставку в регион модульного помещения для установки в последующем МРТ. В 2021 году были введены в эксплуатацию 12 фельдшерско-акушерских пунктов. Не случайно обратил внимание на ФЗП, так как от вас, уважаемые депутаты, поступали запросы относительно оценки состояния этих фапов. Было довольно много замечаний, связанных и с функционированием, и с тем местом, которое было выбрано. На сегодняшний день все ФЗП функционируют. Для работы в Ненецком округе привлекаются дополнительные медицинские кадры врачей, фельдшеров и медсестер, в том числе в отдаленные населенные пункты. Только за 2021 год в наш округ по федеральной программе «Земский доктор» переехали 11 медработников. Пятеро из них в отдаленные населенные пункты, что для нас чрезвычайно важно. Так в Вижасе и Щелина появились заведующие фельдшерскими здравопунктами. В Амдерме и Коткино появились новые фельдшеры, а в Тельвиске медсестра. Все они получили как федеральную, так и региональную поддержку, а также обеспеченный жильем. Говоря о реализации национального проекта «Демография», Юрий Бездудный отметил, что в 2021 году был сдан в эксплуатацию детский сад в селе Несь. Начато строительство детского учреждения в поселке Нельминоз, построен детсад в Наринмаре. В округе оказывается всемирная поддержка многодетных семей. Их в регионе более тысячи. В многодетных семьях воспитываются 3 160 детей. В целом, семьям с детьми в округе предусмотрено более 40 мер социальной поддержки. Из них 14 – многодетным семьям. Бюджет Ненинского округа по-прежнему остается социально ориентированным. На сегодняшний день в регионе предоставляется 144 вида социальных выплат и льгот. Хочу сказать, что другого такого региона в Российской Федерации просто нет. В 2021 году на эти цели из окружного бюджета было выделено 3 миллиарда рублей. Большое внимание в округе уделяется объектам образования и культуры. В 2021 году отремонтированы дома культуры в селе Ома и поселке Красное. На базе ДК в Красном в рамках реализации национального проекта «Культура» создана модульная библиотека. Также в прошлом году в рамках нацпроекта образования в школах округа оборудовали три точки роста. Это уникальные образовательные кластеры. В 2022 году планируется отремонтировать учреждения культуры в Каменке, Тошвицке, Хангурее и Коткино. Начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Искатели. До начала строительства Искательской школы выделены средства на поддерживающий ремонт образовательного учреждения. На базе школы номер 3 в Наринмаре планируется создать центр одаренных детей. Отдельно в своем докладе глава региона остановился на теме строительства круглогодичной автомобильной дороги Наринмар-Усинск, которая строится опережающими темпами. В 2021 году на строительство автомобильной дороги нам удалось получить из федерального бюджета более 6 миллиардов. Все они освоены и увидели, что дорога совершенно потрясающего качества. Строительство дороги весьма и весьма дорогостоящий проект. И, конечно, финансировать его из регионального бюджета было бы, как вам сказать, слово хотел бы подобрать, не по-хозяйски. И в этом смысле мы ведем постоянную работу с правительством, с Минтрансом. И, к слову сказать, Минтранс нас поддерживает в этом. Поэтому уже в этом году, в 2022 году, федеральное правительство выделило нам 3,9 миллиарда на строительство этой дороги, для того, чтобы следующий участок вести и дорога продвинется еще на 39 километров. Согласно контракту, автомобильная дорога Наринмар-Усинск должна быть сдана в эксплуатацию в декабре 2023 года. Провел переговоры с Минтрансом и очень надеюсь на то, что правительство нас поддержит и даст нам дополнительное финансирование еще в этом году. В этом случае я надеюсь и даже уверен, что к декабрю этого года, если мы получим поддержку федерального правительства, эту дорогу мы откроем. В 2021 году также были сданы в эксплуатацию после реконструкции дороги в Наринмаре на участке улиц Ленина-Рыбников, Полярная. Отремонтирована дорога Наринмар-Искателей. Собственность региона перешла в федеральная дорога в аэропорт. В текущем году начинается реконструкция моста через лесозаводскую курью. Что касается строительства дороги на Тельвиску, то здесь, по мнению главы региона, необходимо привлекать федеральные средства. Чтобы максимально привлечь на эту дорогу федеральные средства, мы договорились с руководителем Федерального дорожного агентства, который в конце года был у нас с рабочим визитом вместе с министром строительного комплекса, договорились, что мы эту дорогу включим в опорную сеть региона. И при включении этой дороги в опорную сеть это позволит нам запросить федеральное финансирование. В особой поддержке, в том числе и средств регионального бюджета, нуждается системообразующее предприятие региона – Мариинмарский объединенный авиаотряд. Потому что предприятие это на сегодняшний момент обеспечивает перевозками весь наш округ. Ну потому что для нас вертолет – это все. Это и скорая помощь, к слову сказать, в прошлом году хотели у авиаотряда отжать санавиацию, но мы удержали ее. Это и скорая помощь, и такси, и автобус, и маршрутка. Ну это все. Это и грузы, и почта. И в этой связи хотел бы ответить на вопрос, связанный с летно-посадочной полосой. Объекты еще более дорогостоящие, чем дорога на Ринмар-Усинск. Это связано и с безопасностью полетов, и с тем, что воздушные суда сегодня требуют особенной взлетки. К настоящему времени уже выполнена предпроектная документация на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Наринмара. Продолжается работа с Минтрансом по включению строительства в федеральную программу. Совершенно точно вопрос этот двигается. И что важно, мы в партнерстве с Минтрансом сделали предпроект, предприятие само сделало предпроект, но у нас есть предварительное понимание, что это будет за взлетно-посадочная полоса. Отдельно Юрий Бездудный остановился на вопросах экологии, природопользования, агропромышленного комплекса региона. В 2021 году округ получил 80 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку сельского хозяйства и развития сельских территорий. Объем федеральных средств по сравнению с предыдущими периодами вырос, кстати говоря, вдвое. В этом году нам удалось уже подписать соглашение с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики на выделение средств для поддержки оленеводства в НАУ. Речь идет о 120 миллионах. Эти средства будут направлены на создание производственных баз по пути кочевий оленеводческих хозяйств и оборудования мастерской по переработке шкур оленя. Оленеводческая отрасль – главная отрасль агропромышленного комплекса Ненинского округа. Оленеводческим хозяйством оказывается серьезная поддержка и средств окружного бюджета. Одной из самых прорывных мер поддержки в 2021 году, по словам главы региона, стало введение субсидий на производство оленины по единой ставке, независимо, реализуется ли мясо оленя на мясокомбинат или самостоятельно хозяйствами. Тем самым, отметил Юрий Бездудный, округу удалось защитить и продовольственную безопасность региона. В прошлом году также удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос строительства новых ферм на селе. Для строительства фермы в Лабожском определен потенциальный подрядчик, который готов построить объект уже в 2022 году. Далее, в здании фермы в Великовисочном в настоящее время проводится поддерживающий ремонт крыши и системы отопления. Завершаются работы, уже завершаются. В Лабожском, к слову сказать, тоже проведен поддерживающий ремонт. Готовится проектная документация на строительство новой фермы в селе Верхняя Пеша. Срок по контракту – июнь 2022 года. Отдельная тема в отчетном периоде – это решение ряда проблем в рыболовстве. Большая работа проведена в части развития рыболовства. Возвращено право жителей прибрежных поселков Усть-Кара и Амдерма ловить рыбу в Карской губе. Новая редакция правил рыболовства, которая вступила в силу с 1 сентября 2021 года, позволяет жителям Усть-Кара и Амдермы осуществлять любительское и традиционное рыболовство. А с 1 марта, то есть уже наступил этот срок, можно осуществлять и промышленное рыболовство. Запущена работа над вопросом по прилову Нельмы, созданы любительские участки для лова по путевкам. Приоритетная задача региональных органов власти – обеспечение жилищного строительства, переселение жителей округа из ветхого и аварийного фонда. Мы выполнили поставленную федеральным правительством задачу и сдали в 2021 году более 18 тысяч квадратных метров жилья вместо запланированных 15. В 2021 году сотни жителей округа получили ключи от новых квартир. Из них 339 – переселенцев из ветхого и аварийного жилья. В 2022 году планируется построить 20 тысяч квадратных метров жилой площади. В заключении своего выступления на сессии собрания депутатов Ненинского округа глава региона остановился на экономической ситуации в регионе в свете последних событий. Экономическая и политическая ситуация в стране кардинально изменилась. США и Европа, в целом коллективный Запад решили устроить нам блокаду. Ввели рекордное количество санкций. И, конечно, мы столкнулись с рядом серьезных вызовов. Но Россия на то и великая держава, чтобы стойко принимать все вызовы, справляться с ними и становиться только сильнее. Несмотря на агрессию Запада, ни одна зарубежная компания на сегодняшний день не заявила о выходе из Харягинского СРП. Ни один инвестор не отказался от планов по реализации проектов, которые были ранее намечены. Сейчас я говорю о проектировании дороги Сосногорск-Индига, которым занимается консорциум Русь-Титан и Айон. И о проекте Газпрома-Лукойла-Лаевош-Нефтегаз. Мы продолжаем реализовывать инвестпроекты, а это значит, что экономика нашего округа выстоит. Поэтому мы продолжим реализовывать национальные проекты. А это значит, что в Ненецком округе будет строиться жилье, дороги и социально значимые объекты. По окончании отчета о деятельности администрации в 2021 году губернатор округа ответил на вопросы окружных депутатов.